Всего сутки в пути и гости из Москвы уже в сердце Среднего Поволжья и Самаре. Начало программы по внутреннему туризму группа ожидает с нетерпением. Впереди посещение художественного музея, музея Модерна, знакомство с новогодней Самарой и самая интересная часть экскурсии – поездка на ретро-поезде до Тольятти в деревню Хаски для участия в гонках на собачьих упряжках. Здесь природа, больше снега, а если еще плюс животные, то это вообще сказка, а не Самара. Я посмотрела программу и мне показалось, что приехать в этот замечательный день в Волжский город, в котором ни разу не был, очень хорошо. Проект «Яркие выходные в Приволжье» стартовал в январе прошлого года и сразу завоевал сердца сотни туристов. В этом году он стал межрегиональным. Желание развивать внутренний туризм появилось у жителей Мордовии, Удмуртии и Пензенской области. И если ранее основную часть туристов составляли жители Москвы и Подмосковья, теперь, путешествуя по регионам России, едут из Питера и других городов центральной части нашей страны. Это говорит, во-первых, о том, что спрос на внутренний туризм там продолжает увеличиваться. Во многом это, в том числе, некоторые относят, что это из-за пандемии, да, вот, и люди обратились. Но я бы сказал, что январь 2020 года он стал тоже показательным. Мы еще не говорили о пандемии, а люди уже поехали. Впечатления очень положительные, чему мы рады. И стараемся всегда оказаться в услуге на высоком уровне качества. В этом году вот мы уже добавили новинку, это ретро-поезд. В будущем году, я думаю, тоже что-то придумаем. По мнению туроператоров, спрос на путешествия внутри нашей страны с каждым годом стремительно растет. С недавнего времени детей начали вывозить не только на зарубежные курорты, показать природу нашей необъятной страны, познакомить с традициями и обычаями и на визуальном примере рассказать детям, что в России ничуть не хуже, чем за границей, стремятся сотни наших туристов. Только за прошлый и нынешний год в программе «Яркие выходные в Приволжье» приняли участие более 500 человек. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.